Это в 1984 году в Севастополе был Малат Шалович Куржавов. Он выступал. И мы его пригласили в нашу компанию в одну квартиру в центре города. Он пришел, сидел. Мы видели какие-то разговоры. Он песен не пел. Я пел песню. В чем, в общем-то, и преуспел, как мне показалось. А потом, по окончанию встречи, я его просил. Был Малат Шалович, я пишу стихи. Можно я вам вышлю стихи? Что вы скажете о них, да? Сумасшедшая мысль, да? Ну и я по этому хотел на север. Я работал на севере около пяти лет. И я ему выслал по-другому стиху. Был Малат Шалович, я хочу сказать, такой ценитель строй. Ему ничего не понравилось. Ничего не понравилось. Кроме одного стихотворения. Он говорит, вот в этом стихотворении Володи что-то есть. Ну и все. И потом мы не переписывались. Он имел ввиду стихотворение под названием «Заполярный переулок». Я покрутил, покрутил. Он мне не очень так нравился. Через несколько лет. Я его исправлял, исправил, чтобы ни шиша не получалось. А потом настал. И так он у меня лежал в черном веках. А потом пришла эпоха, нужно было издавать эту книжку. Я сдал стихи, все. А потом звонит издатель и говорит, что Володь, нужно это собрать. Нужно или два средних стихотворения, два, или одно крупное. Образовался, как это называется, разворот. Ну пустой. Нужно его запомнить. Хочет. Анекдотами, фотографиями. Или одно среднее стихотворение, или одно крупное. Я поискал в этом черновика, ляжу в «Заполярный переулок». А я думаю, да это рискну. И передал. Его вставили. А потом в Севастополе, на одной литературной тусовке, один человек, открывая мой авторский вечер, он прочитал это стихотворение и говорит, что это «Серебряный век». Я до сих пор не понимаю, с чем это ему нравится. Но давайте я вам прочту, а вы уже пришите. «Заполярный переулок». В переулке уныло царит белизна, и апрелю похвастаться нечем. Этот город, казалось, минула весна на излете своем оконечное. И давно уж не слышится, даже во сне пересутки воскресные птичьи. Этот город со служей ужился вполне, в добродетели ее возвеличив. И как будто не властен природы прилив, небо синего, гребень высокий. Может, это не он виноват, отдалив от себя пробуждение сроки. Уж не слишком ли верят живущие в нем без тепла ослабевшие люди, В монолитность всего возведенного льдом, что благие надежды их студит. Ведь они позабыли и запах весны, и разгул ее буйный без края. В их глазах, где одни заполярные сны, сизый лед под зрачками играет. Научась воспевать этот блеск голубой, льдов величием всяк околдован. На тепло не приемля, надежды любой их теснивым признал своим домом. Этот город весна не оставит в беде, сколько можно на зиму потрачить. Но природа доверит вершить передел тем, кто души смог переиначить. Кто задолго, еще до прихода весны, сарафан ее вид цветастый, Алой кровью впятная по кровь белизны в самом пекле подлетного царства. Вот такое стихотворение. Кому что нравится? Людям нравится. Друзья, что еще хотите? Я хочу. Прошу. Прошу.